Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Татарстан. В чём и торжественно подписываюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Президент всегда в центре внимания, под прицелами объективов. Это, как говорится, издержки профессии. Но очень часто внимание к лидеру нации неизбежно переносится на его близких, на его семью и, конечно, на супругу. Наша героиня, несмотря на свой особый статус, всегда предпочитала оставаться в тени. Но сегодня у нас есть редчайшая возможность поближе познакомиться с человеком, который определяет политику в одной отдельно взятой семье. И, может быть, мы тогда лучше узнаем и поймём и нашего президента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почти умирающий ребёнок. Ну, каким-то чудом откачали. Я остался, как говорится, жив. И вот таким образом мы, великим, так сказать, богу судьбам, всё-таки приехали в Казань. И сразу здесь было приготовлено для нас место, где мы могли бы остановиться. Это оказалось подвальное помещение, 12 квадратных метров. В этом утлом подвальчике семья Ютилос очень долго. Здесь же, на улице Волково, в августе 1939 года на свет появляется наша героиня – маленькая Сокина. Моё детство пришлось на войну. Мне ещё не исполнилось и двух лет, когда пришла эта беда. Папу почти сразу призвали на фронт. Он воевал от первых до последних дней войны. Мама же осталась с двумя детьми – со мной и братом. Воспоминания тех лет связаны с голодом, холодом, нуждой. Мама день и ночь попадала в военном госпитале, где работал санитаркой. Я помню такой случай. Я пошла за хлебом и потеряла карточки всей нашей семьи на целый месяц. Меня, конечно, сильно наказали. Но только став взрослой, я поняла, какая это на самом деле была беда, настоящая трагедия. В 1942 году приходит извещение, что он пал смертью храбрых. Под Москвой была как раз битва. И мы после этого потеряли его. И так и считали, что он у нас уже погибший. Кончается война, люди приезжают с фронта. И вдруг где-то в 1946 году приходит извещение, что ваш отец, муж жив-здоров, и он находится тогда в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербург, на восстановление тракторного завода. Произошло чудо, которое бывает только в сказках. Шакирзян Ахунов буквально воскрес из мертвых. Позади остались 4 года войны и концлагерей, работа на стройках. Он вернулся к семье, к любимой жене, к детям. Потом родился братишка Галимзян и младшая сестренка Асья. Когда спрашивают, за что вы любите свою сестру, ну, наверное, ответить можно очень просто. За то, что она наша сестра и за то, что она такая. Не поддается описанию, объяснению. Многие черты ее характера. Ее беспредельная любовь к людям, причем независимо от социального слоя. Ее беспредельная доброта, ее беспредельная щедрость, ее беспредельное желание жить и радоваться каждому дню, природе, цветочку, птичке. То есть это очень тонкий человек и в то же время очень основательный. Думаю, что все это, или во всем этом виноваты, в кавычках, наша мама с папой. Они жили очень трудно, но очень любили друг друга и научили ее радоваться жизни, научили радоваться тому, что есть, научили, наверное, быть такой, какая она и есть сегодня. Жизнь ее – это забота обо мне, о младшей своей сестренке. Разница у нас 12 лет. И, конечно, совсем самое-самое детство ее я не помню, но вот как она ко мне относилась, я помню очень хорошо. Она только что закончила техникум. Поехала в Поясево молодым специалистом. И на первую свою зарплату она покупает мне кроличью шубу. А по тем временам, когда я ходила в пальто ниже колена на вырост, в туфлях на вырост, кроличья шубка – это была королевская шуба, подарок, который я запомнила на всю свою жизнь. На Волково, вот здесь вот данной фотографии, мы сфотографировались с ней вместе как раз спуск, спуск лестницы, спуск с сада в нашу квартиру, именно в подвальную квартиру. Вот жаль, что здесь не видать, мы действительно жили с ней и родились вот в этом подвальном помещении 12 квадратных метров. Я всегда любила какой-то экстрим. На санках мы катались с детворой, а санки нам делал папа лично. Он, знаете, какие были санки? Вот похожие, то, что сани запрягали для лошадей, они были только размером чуть поменьше, такие загнутые, большие. Мы умещались в эти санки где-то по 8, 9, 10 человек и с огромным криком, визгом спускались с горы улицы Волково. Это вторая гора, если вот кто-то знает. Мы люди, дети, то есть войны. В 47-м году мы пошли с ней в первый класс, в школу номер 86. Эта школа находилась, такая деревянная, семилетняя школа около музея Ленина, на улице Ульяновых. Сейчас этой школы нет. И вот с тех пор у нас с ней дружба так и не кончается. Мы садились где-то на крышу, на какой-то сарай у нее там, около дома, и учились мы там. Теть Галя, значит, нас эта мама ее картошки наварит, позовет с зелеными помидорами, мы, значит, наедимся. В драм-кружке мы с ней там участвовали, очень много пиес, постановок сыграли, в тюйс даже выступали. Ну, кружок у нас такой был. Николай Васильевич Гришин у нас, артист, театр Качалова вел. Вот, например, мы «Женитьба» Гоголя. Я играла липочку, а на сваху играла. Обратите внимание на иронию судьбы. Сакина Шакировна на экскурсии в Казанском Кремле. А ведь не поверила бы скромная студентка ни одному пророку, приоткроя не тогда перипетии ее судьбы. Я в детстве, когда с мамой, с папой жила, у нас в саду черемуха была. И она такая большая была, цвела красиво. Ой, прям, я в школу драла, учителям весной носила букеты. Но послевоенное детство пролетело незаметно. Пришло время, и молодой специалист-плановик Сакина буквально настояла, чтобы ей разрешили уехать в отдаленный Калининский, ныне Октанышский район. И начать работать финансистом в Поясевском райпотребсоюзе. Ее выбор, по иронии судьбы, стал знаковым. Она приехала на родину своего будущего мужа. Она так полюбила деревню, это до невозможно. И когда меня уже стали брать, приглашать бабком в партии работать, кто не захотел ехать обратно, в казали, это она. Она очень полюбила, у нас родители держали скота много. Как приедет, она все время то в коровнике, то в телятнике, где-то, значит, среди животных. Потом, она и сейчас говорит, значит, мне нравится запах, значит, все это хозяйство. А перед самым отъездом в район произошел забавный случай. Юная Сакина помогла определиться с выбором девушки для своего старшего брата, ставшей ему верной спутницей на всю жизнь. Самое интересное то, что девушка-то была чуть-чуть, вроде бы, выше по ростам, очень симпатичной, красивой внешностью. Вот. Но... И вот я знающик говорю, сестренке, я говорю, смотри, милая моя, ты хоть взгляни на нас, когда мы появляемся, так это или не так. Она мне и говорит, ну, брат, ну, это то, что надо девушка. Она и приятная, обаятельная, симпатичная, раз тебе тем более нравится. А то, что чуточку выше, это у нее, говорит, волосы пышные, на каблуках, как-нибудь будете, так сказать, общаться уже ближе, научишься, как говорится, с ней. А я, да, братья, легенда ходит. Вот они легенды, это действительно так. Ее знают все рынки. Или уже сейчас поселок мирный, знаю, там столько, значит, старушек там, значит, или люди, которым надо помогать. Она сама ездит, ей не надо, чтобы это, публично об этом говорили. Я уже, коль задали вопрос, только отвечаю. Это просто делать добро. Это ее хобби. Как-то весенним вечером, в самый разгар танцев клуб зашел незнакомый, темноволосый молодой человек. Наши глаза встретились, и как будто ток пробежал по моему телу. Это был ментимер. Ну, пошел танц, и стоит у двери девушка, длинный черный коз, белый кофт, потом такой бархатный, по-моему, сарафан, так, по-моему, раньше назывался. Я сходу обратил на нее внимание. Но, оказывается, она тоже. Начали танцевать, танцы начались. Я ее пригласил, с ней один танец, по-моему, станцевал. Поговорили немного. А потом я начал танцевать с ее подругой. Потом я пошел их провожать. Они жили в одной квартире. Она-то думала, оказывается, что мне понравилась ее подруга. Дошли до ворот. Я тихонечко подругу отпустил. А сакими задержал. И вот так остались вдвоем. А я ему говорю, так ты же весь вечер танцевал с Ритой. Почему ты меня-то все-таки задерживаешь? Ну, он говорит, я расспрашивала у нее, кто ты такая, откуда приехала, где работаешь, нет ли у тебя на данный момент молодого человека. Она еще не хотела замуж. Я предлагал уже. Потому что она училась заочно торгово-экономическим институтом всесоюзным. Она очень хотела ее закончить. И в этот момент на сцене появляется импозантный и респектабельный мужчина. И, как доказала история, непревзойденный сват. Папа Ментимира Шагишарип Абы. Вдруг ко мне появляется с этого села, где я давно уже начал работать, очень интересный мужчина. Ну, я тогда уже, пусть мне там 25, но ведь ко мне приехал, узнает, человек, которому лет под 50, мужчина в кожаном пойто, при усах, костюм, вот как это в те времена носили. Вот Сталин, это типа военного, значит, кителя, вот, очень приличной шляпе, все под кожей. Отрекомендовался, вот я буду отец на Тиму Шагича. Я приехал к вам, значит, с вами, во-первых, познакомиться, ну и, соответственно, значит, как сват. Мы, в принципе, договорились уже летом устроить свадьбу, но папа, не дожидаясь этого, поехал, мне даже не сказал, поехал знать, но он уже знал отношения наши, к матери, к брату Сакину, отца не было уже в то время, и попросил ей руки. Это для меня было такой неожиданности. Папе очень хотелось, чтобы я женился именно на ней. Хотя у нас уже в разгаре была любовь. с scrubщика. Симпатия. Симпатию Шаймеева-старшего я ощущала всегда. Наш приезд в отчий дом всегда был праздником. Папа всегда закалывал барашка. Его готовили в Большом Казани, в котором помещалась полбарашка. После супа мама ставила на стол мясо в большой миске, а папа, поточив нож о край этой миски, отрезал самый вкусный кусок и давал его мне. Надо отдать должное Ментимиру Шаймееву. Он всегда был принципиальным и не боялся принимать решения, получая за это строгачи. Самое интересное, я за жених бы получил выговор. Строгий выговор. Почему? Потому что у всех так принято. Нас одних оставили, первой брачной ночи. А утром кто-то стучится в дверь. Я вышел, я говорю, кто? Галимзиар, говорит, голос. Я говорю, какой Галимзиар? А говорит, вот, Илья Сискандарич, наш директор РТС, говорит, послал с доверенностью, значит, чтобы я отгружал запасные части. Строгий выговор за неправильное, по мнению начальства, распределение техники мог стоить молодому Ментимиру карьеры. Но он никогда не отступал от своих принципов. Работал много и всегда заботился о близких. Одним строгачом дело не ограничилось. А директор не разрешал дом строить, потому что тогда строго наказывали за внеплановое строительство. И директора моего положили в больницу. В Гульму тоже. Я поехал, ему лекарство надо было, я достал лекарство. Значит, поехал, отвозил ему лекарство. И главврача спрашиваю, я говорю, долго будет лечиться? Он говорит, месяц, месяц, полтора. Пока у меня директор лежал в больнице, около его дома, директора дома, площадка была. Такой же дом мы построили, я уже и переехал. А директору никто не говорил об этом, что вот внеплановый дом такой, за такой срок строится. Я уже переехал. И мне рассказывали, значит, я где-то был в районе. Илья Азекандарович раз в четыре, говорит, обошел дом пешком, вокруг дома. И потом он написал Казань, чтобы с ней снять ответственность, что допущили внеплановое строительство. Мне опять строго выговоры дали за внеплановое строительство. Я очень быстро нахватал строгих выговоров. Несмотря на всю скромность нашего быта, мы были счастливы. У нас есть стол, за которым мы можем вместе сидеть. У нас есть кровать, на которой мы можем спать, обнявшись крепко. И вроде ничего больше и не нужно. Брак Сакины и Ментимира был зарегистрирован 7 июня 1961 года. А 7 марта 1962 года родился первенец Айрат. С разницей в два года восемь месяцев появился второй сын Радик. Конечно, какие-то моменты даже не специально там переносишь. Что-то генами закладывается там для себя сам, может быть, не замечая, что-то переносится. Но перенести тот опыт, который пронесли родители, та любовь друг к другу, то уважение. В принципе, вы знаете, если бы все последующие поколения так жили и так поступали, у нас бы, наверное, вообще бы жизнь на деле прекрасной стала. Ну и то, что она очень добрая и любит детей, и меня, значит, это передается всеми вся. Даже, знаете, даже, наверное, моим сыновьям сложно. Почему? Потому что отношение к жене, к женщине, у них связано с примером матери. А это редкость. Это редкость. Я иногда ищу вот объяснение всему этому. Это, видимо, сильно сказывается, потому что... Ну, это не то, что моя жена, это вот такой образ. Ну, этот образ оказался, как говорится, моей судьбой, что ли. В Казани карьера Ментимера Шаймиева резко пошла вверх. И, как он сам неоднократно признавался, в этом есть немалая доля заслуги. Его супруги, Сакины, шокированы. Мы очень любим жить в живой природе. Мы здесь живем, в таком прекрасном месте, на берегу Волги, уже 38 лет. Практически в Казани мы и никогда не жили. Постоянно живем здесь. Потому что лес, природа – это кладовое здоровье. На что мы практически пока и не жалуемся. Да потому Ментимер Шарипович здесь 38 лет и живет, наверное. Он вообще не выходит никуда, куда-то вот уехать, там, к родным. Нет, он вот тут как привязался. Утром голыми ногами, босиком пробежаться по траве, поросе. Это, знаете, здоровье, здоровье. Продолжение следует... В этом новом году почему-то мне не совсем повезло. Я приболела и довольно долго. У меня был бронхит с 1 числа по 17 число. И я своей внученьке, Камилочке, заказала такие швейцарские травки, которые только в Москве есть. Она мне их немедленно прислала и, главное, положила туда такую записочку. Она мне, по-моему, больше помогла, чем эти травки и лекарства. Любимая бабулечка, выздоравливай, моя хорошая и драгоценная. Прямо, знаете, даже трогательно. Вы знаете, вот такое вот услышать, мне кажется, это больше, чем травки и лекарства. И я, по-моему, поправилась с этой записки. Я хочу рассказать древневосточную притчу, которая гласит о том, как странник, подходя к воротам большого города, встретил стражника. Стражник спросил его, кто ты, куда идешь и зачем тебе это нужно. Стражник ответил вопросом, сколько платят тебе за эту работу? Мешок пшеницы, ответил стражник. Я буду платить тебе вдвое больше, если ты пойдешь со мной и будешь задавать мне эти вопросы каждый день. Бабуля – человек, который умеет задавать эти главные вопросы каждому из нас. Дедуле, своим сыновьям и нам, внукам. Вопросы, кто ты, куда идешь и зачем тебе это нужно. А насколько важным является это в жизни, наверное, нужно судить по результату. Моя бабулечка, она умеет вселять весну в души. Она дарит тепло и заботу. Есть у Сакины шокированные увлечения, которые она пронесла через всю жизнь. Трогательные, по-детски восторженные отношения к цветам. Это очень тяжело прожить жизнь другого человека. Вот она это смогла и делает на сегодняшний день, я считаю, что очень успешно. Вот для меня это пример. Я бы очень хотел, чтобы моя женщина также меня понимала и прожила мою жизнь. Буквально мама недавно уезжала отдыхать, и мы вот как-то собрались как раз у отца, и втроем пили чай, в принципе. Вроде бы все нормально, вроде бы все есть, и мы как-то вот так все на одной мысли себя поймали, еще так смеялись, что вот чего-то не хватает, и чего-то не хватает какого-то уюта, какого-то тепла. И вот именно мамы. Вот когда мама, это совсем все по-другому. Ну, у нее дар, понимаете, любить мужа и посвятить себя семье. Это для нее святой. Она всю жизнь ждет меня. Когда я уйду с работы и буду сидеть каждого около нее. Это всю жизнь вот так ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кольцо. Нет, у меня нет это одно, а у нее нет. Вот, как говорится, сейчас юбилей в Сакине. Как говорится, у меня задача облегченная. Я уже знаю, что мне купить, что подарить. Я хочу, секрет открою, подарю обручальное кольцо. Я считаю, что это будет уже настоящее кольцо, которое действительно оправдывает свое предназначение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok